всем привет наши дорогие зрители и подписчики канала вы как всегда на канале семья на чемоданах с вами я славян ранее ранее утро разбудило нас естественно солнце потому что мы стоим просто в песчаных барханах анапы вчера сюда приехали было уже очень поздно наверное часов 11 а может даже еще и больше короче вчера на нас напали комары здесь просто начали жестко сжирать я начал стелиться в машине но понял что это плохая задумка потому что пока все перегрузишь нас могли бы комары просто уничтожить поэтому я достал палатку сейчас вам все покажу в общем друзья мои я вас приглашаю в новый выпуск сегодня обязательно покупаемся покажу сейчас здесь округу что и как и обязательно сегодня доедем до лавандовых полей чтобы сделать фотографии которые очень хочется насенька мужика подготовили реквизии думали пойдем туда вчера но все было очень очень долго и поэтому пали только на полях все ставьте лайки погнали перед тем как мы отправимся с вами в новое путешествие я хочу вам порекомендовать карту тинькофф black лично у меня таких карты целых две я использую карту mastercard и карту мир этим банком я пользуюсь уже на протяжении нескольких лет по моей ссылочке в описании вы получите пожизненное бесплатное обслуживание помимо этого вы также получаете до 30 процентов кэшбэка у партнеров до 15 процентов кэшбэка при выборе категории и до 7 процентов на остаток и хочу заметить что это не какие-то там бонусы а это самые настоящие рубли которые вы сразу же можете потратить на свои новые покупки помимо бесплатного обслуживания по моей ссылочке вы получаете бесплатное пополнение и переводы также снятие без комиссии в огромном количестве банкоматов ну и конечно же лучший мобильный банк в мире это сто процентов помимо всего этого что я перечислил также хочу вам после оформления этой карты по моей ссылочке порекомендовать вам открыть инвестор пилочку данный инструмент поможет вам очень незаметно накопить деньги когда в конце месяца вы открываете у вас там кругленькая сумма ну конечно кругленькая сумма зависит от того сколько вы тратите собственно оформить и посмотрите и разберетесь очень классный инструмент ссылочку я оставляю под этим видео роликом переходите оформляйте пользуйтесь погнали за вот этим бугром уже виднеется море наша машина я ночевал в машине также себе сделал москитную сетку а потом комаров еще выгонял оттуда вот точнее выжигал их из салона потому что весь потолок был просто максимально усыпан комарами вот ананасенька выглядывает из своих апартаментов панорамного окна так давайте будем забираться у нас на самом деле здесь соседи мы вчера подъехали и такие о здорово значит будем стоять не одни они тоже с детьми вчера поздно тоже они пришли где-то гуляли вот ананасеньки море черная вина да давайте покажу какой у нас вид друзья великолепный нас к просто говорила хочу на ибицу вот она ибица пожалуйста вот он пляж на ибице продают чебуреки шаурму гира бургер хот-доги вот это кстати тачка тоже на рассвете разбудилась и завелась такой драндулет бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру вот там шатры там еще какой-то пляж хрен его пойми какой вот но видимо там висели потому что вчера там долбила музыка когда мы приехали ну не сильно раздражало но тем не менее вот эта парковка видите уже машины слетаются она сейчас будет вся максимально занята конечно на ней палатку ставить и не вариант было я увидел и ты поставил вообще проезжали туда дальше в сторону тортуги но там не ловила связь поэтому я там не подходила встретить какое поле парханов они конечно плавно исчезают как я слышал местные экологи за них борются это конечно удивительное место здесь песок вот я хожу вот сколько уже утром вечером здесь вообще песок вот этот вот он чистейший ноги остаются чистыми естественно тапочки тоже я думаю что мы сейчас сходим искупнемся потом позавтракать тем что есть мы вчера купили много чичкелы вот поэтому может быть прям чичкелы что носит куда в эту столовую я думал так прям чай печенюшки там прослабону по завтракам покупаться темка пришел на мою кровать дальше спит а мирончик проснулся и просто сразу вышел гулять что ему еще надо просторы бесконечно вот опять машет привет но я понял тихо тихо кувыркнешься и полетишь съезжай на попки как на горке вот вот так вот съезжай видишь ты продвинулся давай давай зайчик вот 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 молодец сообразил смотри давай 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 съезжай также на попки пук 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 вот тихо тихо то кубырем час полетишь аккуратно молодец молодец давай сейчас и доберешься сам ой осторожно осторожно сынок почти спустился вот и насел настенка сам спустя гается видишь за братом давай давай спускайся поставили чайничек сейчас будем пить кофеек вот такое доброе утро радюлька проснулся мирончик общая красота такой простор лазит лазит проснулся гундеть начал мол тебя выпустите меня насенький тоже простор да это ты мне сразу так копаяла кое-как собрались на самом деле все так долго было даже не до камеры было сначала налили кофе потом мирончик зацепился на хрен разлил потом пока всех в туалет туда-сюда короче выдвигаемся снова поздно ну ничего страшного самое главное что вот мы на ибице вот такой здесь пляжик чебурек шарма гиробургер хот-дог пока людей мало что там массаж есть есть спасалочка но возможно это может быть сейчас будет водорослина история сейчас посмотрим людей предостаточно когда сейчас стороночку отойдем и тоже окунемся потом все поедем листо что здесь почему-то тенечек не сделали вот вот по идее должен быть массажик предлагают пойдемте вон туда на сцену ну вот пожалуйста где мы вчера купались и как вода сейчас ну приндец по ходу и без купания либо зайти чуть подальше вот где все люди может быть это просто надо преодолеть вот сюда например там вроде бы ничего возле берега короче жесть полная тактина сена прекрасное море мы уже искупались все дружненько единственно что справедливости ради хочу смотрите вам показать вот как я говорил вот здесь вот водоросли вот они а вот здесь вот все вода уже чистая ну и достаточно прозрачная то есть есть еще приезжаете в принципе принципе купаться можно но вода постоянно меняется то есть температура воды то холодная то теплая то прям очень холодная вот сейчас вода прилично прохладная так ладно все выходим из этой тины все последний штрих и конечно хорошо но вот этот геморрой тряхание и вся машина в песке точнее не все машина все что внутри есть абсолютно песок попадает везде вот так здесь выглядит дорога вот это вот видите песочная барханы эти прекрасные вот вчера ночью ехали конечно непонятно куда ехать как ехать здесь ну давненько же уже не были и непонятно где накатана где можно зарыться но местечко нашли катались вчера долго еще нужно было найти то место где будет ловить связь потому что если ехать туда дальше вот за вот те домики в сторону тортуги там уже связь не ловит ну то есть алтышки не за нам интернет очень нужен решили заскочить в столовку и взять кашу дети потому что мы это позавтракать там чуть-чуть его вчера шашлык то что оставался короче подъезжаем по ралли еще вам покажу трындец посмотрите видите вот это вот весь мокрый асфальт это там прорвало канализацию там прям люк из него прям извергается и такая здесь ванища стоит просто трындец прикиньте какая жесть вот такой у нас перекус завтрак точнее да сынок кашечка овсяная ням 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 правда кушай кушай сыночек правда мы отъехали оттуда потому что там очень сильно воняет канализации стали здесь сейчас покушаем и едем вроде сделали здесь все дела выдвигаемся там вроде как есть поле лаванды бесплатно я на минуточку чисто едем посмотрим добрый день там сзади есть еще дети все домой нет наш дом юг залетаем на какой-то холм и посмотрите какой здесь открывается бомбический вид какие разноцветные поля где-то там впереди нас ждет лавандовое поле мы на самом деле подъехали а вот где лаванда я не знаю так но походу да вот тут вот собирают дань сейчас посмотрим сколько стоит ну да огромное огромное поле прикольно тара тара там пум вот такая вот красота но зато нет людей ну что я хочу сказать 400 рублей вход с человека дети до 10 лет бесплатно чё будем думать вообще говорили что здесь бесплатная история у нас если вчера остался наши сумлаки а к нам пришли щенки вот мы решили их угостить держи пес где твой друг это не проглотил на на подожди на подожди я тебе дал я тебе дал на уйди я тебе дал уйди говорю я тебе дал уйди блин я тебе дал он какой-то засранец от река он у того съел и ты-ты-ты два съел ты сел больше все иди отсюда ну вы только посмотрите какая красивая насенька качество красиво на сегодня прям нарядная лаванда конечно это очень красиво и вот про что он говорил посмотрите на поле нету никого все ряды все свободно вообще красота ну и насенька давай настеночка беги билетики билетики его просто так какая мальчишки идти не захотели только мирончик у него нет выбора такая вот лавандочка у нас и ног ты первый раз в лаванде зайчик вот такая красота у я запах от нее у я сколько здесь ос слушайте отдельное ощущение будут есть покусают вот такая вот красотища Субтитры делал DimaTorzok Ну, собственно, и все, нафотографировались, все фотографии смотрите у Насеньки в телеграм-канале, ну и в моем телеграме тоже будет, но у Насеньки фотографии получились очень-очень классные, поэтому переходите к Насеньке. А эту локацию, где находится конкретно это поле, мы добавим в наш авторский гайд по Большой Анапе, так что приобретайте ссылочка, как приобрести наш гайд по Анапе, да и в принципе все наши гайды есть в описании. Мы выехали и знаете, мы будем двигаться в Голубицкую и там станем дикарями. Мы там жили три дня, тоже дикарями в том году. Решили, а что бы в этом не повторить, поэтому отправляемся. Вы оставайтесь с нами. Ехать нам примерно полтора часа. Как раз к обеду и там, наверное, где-то уже будем обедать. Мы свернулись с трассы и увидели, что здесь течет широкая река Кубань и на ней люди стоят. В итоге думаем, а что, давай встанем на реке, посмотрим, как будет. Но спустились, нет связи. Без связи нам не вариант, едем дальше. Так я давно не видел указателя на Краснодар. Нам не туда, нам на Тимрюк. Налево поедем. Вот мы заезжаем в Тимрюк. Вон Настелла стоит справа. Мы ехали-ехали, видели большое абрикосовое дерево. Я вышел, попробовал вкусные такие, решили собрать. Заезжаем обязательно сейчас на заправку. Будем справляться на Роснефть. Здесь дизель 51.70, 95-й, 53 рубля. О, здесь они закрыли проезд. Так, с этой стороны не заехать. Значит, поедем заезжать с этой. Ребятки, не гоняйте, будьте аккуратны. Посмотрите, как размотали. Все, на эвакуаторе отпуск завершен, как говорится. Так, вроде выехали из Тимрюка и снова заезжаем. Так, блин, они закрыты, представляете? Ёпоросоте. Это очень печально. Здесь, получается, через дорогу еще есть заправочка. Сейчас попробуем на нее, надеюсь, она будет работать. Кушает, кушает, кушает малышка. Мне кажется, что столовка прям очень дорогая. Мы вот взяли, получается, запеканку детям, овощи с котлеты, еще одни овощи с котлеты, булочку, хлеб, салат, окрошка. И все это дело вышло на тысячу, сейчас вам точно скажу, на тысячу триста шестнадцать рублей. Но по ценам, вот смотрите, вот этот маленький забияка украл у меня окрошку. Мне пришлось еще покупать одну окрошку. Да? Прешили сейчас скачать в такой вот большой магазин, Добрацин, что-то такое называется по-моему. Вот, купить сразу что-то на ужин, вот, и на утро. Такое молоко, в Крыму покупали по шестьдесят, а Милушка здесь вообще вон, по сорок девять, красота. Да, такой прикольный магазин. Я, по-моему, в этом магазине первый раз. Настя где-то вычитала, что здесь можно покупать. Но я смотрю, люди сюда заходят вообще просто с огромными пачками, затариваются. Вот эти штуки, хлебцы, они, по-моему, рублей по девяносто стоят в магните. Здесь вон, тридцать рублей. Горбуша, смотрите, горбуша, шестьдесят девять рублей. Берем по две. По девяносто минимум, обычно на сто пятьдесят. Двигаемся дальше с этого магазина. Пацаны нас опять развели. Выбросили вот такие вот наборы для рисования. Там всякие вилки, карандаши, краски. Вот, все, теперь едем. Давай, показывай, сынок. Вот такая красота. Кубка. Точилка. Все, сегодня будет творческий конкурс вечером, да? А это, папочка, что это? Это клей. Клей. Вот, собственно, мы и в Голубицкую заезжаем. На самом деле, этот поселок или эта станица пользуется огромным спросом у отдыхающих. Мы это еще поняли в том году, когда ходили, гуляли по улочкам, по пляжам. И пляжи все были битком. Мы стояли дикарями и как бы вообще абсолютно не испытали никакого дискомфорта. Надеюсь, что сейчас встанем в этом же месте. Вот, ну посмотрим. Сейчас будем ехать. Здесь, кстати, в Голубицкой есть зоопарки, аквапарки, всякие крокодиловые фермы. Куча-куча всего на самом деле. Отдыхать здесь прикольно. Крокодиловые фермы. Да. Вот мы заехали на такую движевую улицу. Вот здесь вот зоопарк Лукоморье. Лукоморье. Дальше начинается вот улица. По ней обычно все гуляют. Здесь так все действительно очень красиво. Много всяких детских аттракционов. А с левой стороны огромный магазин, как он называется, такой старик, терочка. Да, вот до аквапарка здесь 500 метров. Вот, посмотрите, какой огромный ящер стоит надувной. Просто вообще бомба. Смотрите, какой ящер, Артем, справа. Налево это уже вот все пошли эти все пляжи. Но в этом году машин немного. Я помню, в том году здесь еще все было заставлено. Учитывая, что время сейчас два дня. Пляж молодежный слева. Здесь есть кемпинги, но они еще просто такие ужасные. Нет хозяина у них. Вот прям, лишь бы тысячу рублей эту взять. Или даже, по-моему, здесь полторашку стоит. И мы в итоге в том году взяли и поехали искать, где здесь можно встать. Ну, людей не особо. Но, наверное, потому что очень жарко. Сейчас 30 градусов на улице. Люди, наверное, все спят дома. Поели. Куча домиков. Пока едешь до Голубицкой, стоят очень много машин и предлагают жилье. Домики предлагают, просто номера предлагают. Поэтому, если вам надо, если вы нигде не бронировали, то, в принципе, просто едьте, останавливайтесь и едете смотреть. Ну, какие за рекомендации? Если вдруг остановитесь, будете спрашивать, кстати, вот магнит, например, справа, то запросите сразу фотографию, чтобы вам 10 раз туда-сюда не ездить. Чтобы вам фотки показали, как выглядит вообще номер или там что-то домик будет. Отправляясь в путешествие, всегда задаешься вопросом, где купить билеты, на чем вообще поехать в свой отпуск, где жить и вообще как организовать свой отпуск, свое путешествие, чтобы оно прошло максимально эффективно и хорошо. И знаете, у меня есть ответ. Я хочу вам порекомендовать сервис, который так и называется Яндекс.Путешествия. Здесь собрана вся нужная информация. Здесь вы можете найти отели, любые виды размещения, все находится в одном месте, все для облегчения выбора акций и скидки. Помимо отелей вы можете здесь же, никуда не выходя, найти себе авиабилеты, посмотреть даты, выбрать подешевле, отсортировать любыми фильтрами. Цены от разных поставщиков, это, конечно, очень удобно. Также здесь очень удобный поиск, все, чтобы выбор стал гораздо проще. Специальные предложения здесь также имеются. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие на поезде, то через этот сервис вы также можете приобрести выгодные ЖД-билеты. Быстрая покупка на сайте, онлайн возврат ЖД-билетов, то есть если у вас что-то не получилось, вам не нужно никуда будет ехать, прямо через сервис все вернете. Куглосуточная поддержка, это, конечно же, огромный плюс. Ну и, конечно, акции и скидки. Если вам где-то нужно передвигаться и вы выбираете автобусы, то и здесь вы можете купить билеты на автобус. Если вы решитесь отправиться в свое путешествие туром, то на сервисе Яндекс.Путешествия вы также можете найти выгодные туры. Но причем здесь будет 5% кэшбэка, если оплачиваете баллами плюса. Круглосуточная поддержка, любые опции и цена не меняется. А не как в некоторых, берешь тур, приезжаешь и тебе еще накидывают определенные суммы. Ссылочку на этот сервис я оставляю, как всегда, в описании под этим видеороликом. Обязательно переходите, пользуйтесь. По моей ссылочке ваши путешествия будут еще выгоднее. Погнали дальше. Погнали дальше. Погнали дальше. Мы добрались. Смотрите, покажу вам место, которое мы выбрали. Здесь вот ребята стоят, видимо, уже собираются. Может быть, мы туда переместимся. Вот тут есть тенек. И вот здесь немножко. Единственное из неприятного, это, конечно, мусор, который повсюду. Но мы вот это как-нибудь отцепим просто. Здесь уже убирать не будем. Уберем только вот это, видимо, который разлетелся. Здесь пока поставим палатку, чтобы место не заняли. А сами сейчас с первым делом пойдем искупаемся, потому что очень сильно жарко. Все липкие такие. И посмотрим заодно пляж и море. Пойдемте. В полном составе двигаемся. Окунаться, купаться. Пока быстро поставили палатку и туалет, чтобы никто не занял нашу территорию. Сейчас скупнемся и будем устанавливаться. Ну вот и смотрите, в Голубицкой отсюда видно, что там пляжи битком. А у нас снова вот такая вот красота. Сегодня соберем вот эти деревяшечки все, разведем костерчик. Да, Тамчик? Ну вот, собственно, смотрите, состояние Азовского моря. Ну, мутноватое, конечно, но она на самом деле всегда такая. О, теплое. Гораздо-гораздо теплее, чем в Анапе. Этого маленького человечка вообще не вытащить из воды. Я начинаю вытаскивать. Если пацаны в воде еще, то он начинает прям сразу вот так вот купается Мирчик. Не надо будет. Вот так. Вон Монаши. Вот они плавают, ребята. Ой, я не могу. Ну Азов теплый вообще, да? Там глубоко, сынок, уже. Не ходи, не ходи. Любите ли вы Азов? Пишите в комментариях. Ну, по мне, так вообще, он лично нам, он заходит. Здесь вот такие классные пляжи всегда. Ну, по крайней мере, надо найти, да? И заход очень плавный, что детям, конечно, здорово. Ну и плюс песочек. Это саранчан. Смотри, какой он беременный был. Смотри, у него все это, видишь? Смотри, сколько там у него икры детенышей. У нас Мирончик сейчас путешествует по тем местам, когда Настенька была беременна. И вот здесь мы делали прям фотографию, когда Настенька была с пузиком. Он был в животике, а сейчас он уже ползает. Да, чувствуешь, да, это место, сыночек? Несу своим игрушки. Пусть играют. А я пока пойду в лагерь доводить до ума. Маленький пузник, я его пучка отпущу. Что ты? Помогите, какой белый. Да, о, какой белый, ага. Незаметный, на все, на. От нас уехала эта Калифорния. Белая там, кстати, тоже прикольная была лужайка. Но мы пока пошли купаться, ее профукали. Ну ладно, у нас, в принципе, тоже достаточно неплохая. Приехала соседняя машина, тоже минивэнчик, но у них аж пять детей. Мы решили, что не будем вставать вот на вот этой полянке, изначально я говорил, потому что здесь действительно очень мусорно. Столько бучков, что мы просто все не берем. Перекрываем эту дичь всю машиной и будем вот здесь вот. Вот это вот все приберем аккуратненько, да. Вот тут приберем, вот здесь поставим, скорее всего, туалет, а возможно, на этой стороне. И все, здесь стол, у нас будет такая небольшая территория, чтобы особый мирончик никуда не уползал. И здесь, по крайней мере, гораздо-гораздо чище. Поднял весь мусор, здесь оставил только вот эту деревяшку, чтобы на ней, наверное, поставить газ и будем на ней подогревать. Конечно, что вот с этим дерьмищем делать, я, конечно, не знаю. Здесь, наверное, целый день вот это все надо очищать будет. И ребята, которые, соседи приехали с детьми, они тоже начали собирать мусор первым делом, очищать свою территорию. Вообще, приезжаете когда в такие места, блин, увозите мусор за собой, это же так, ну, так просто. И тогда, приезжая в новое место, вы будете получать удовольствие, а не вот это вот все. А еще, если у вас нет туалета, то купите. Купите либо ведро, либо какую-то приблуду соорудите, либо купите биотуалет. Все разложил. Единственное, холодильник вот здесь стоит. Короче, я-то планировал, чтобы когда вот так вот раскладывается кровать, чтобы он оставался вместе с туалетом, например, где-то прям ночью встаешь, где не разложится, чтобы он оставался там под сидушкой. А получается примерно вот так вот лишнее. Как бы хоть бери вот так вот, отрезай. Либо ножки здесь снимай. Ну, не знаю, посмотрим. Что-нибудь будем думать, но вот чуть-чуть он не заходит. И будем сейчас есть абрикосы, которые вот мы по пути нарвали. Наверное, вкуснятина. Сейчас заценим. Ты их пополам вот так раскрывай. Так пополам? Вот так. Ну, смотри, просто здесь же видишь, они же на дороге росли. Блин. Хайф. Они кислые. Сегодня так, не спеша, я расставлял лагерь. Мы сюда приехали. Сколько времени было, даже не помню. Ну, обедать даже, по-моему, еще. А, ну нет, обед уже был, мы же заезжали обедать. Ну, как бы светло, тепло, хорошо. Обычно в попыхах все это делаем. Мой совет вам, если вы вот так вот едете отдыхать в Анапу, либо на Азов дикарями, то лагерь ставить тогда, когда тепло и светло. Потому что сейчас стемнеет, здесь будет столько комаров, что придется просто по-быстрому забежать в палатку, либо в машине укрываться. И все. Я вот сейчас светло, я уже сделал москитную сеточку. Натянул Настенька, сейчас с Мироном там уже отдыхают. Время не то, что как бы к закату. Сейчас только 5 часов, еще часа 3 с половиной до заката. Потихоньку будем ужин уже готовить. Ну, как бы все готово. Главное поужинать до темноты, потому что потом будет здесь трыдец. В том году мы здесь останавливались, вообще не знали, что здесь будет так с комарами. В итоге все стемнело, мы до шашлыка... А, мы шашлык пожарили, овощи не успели дожарить. В итоге такая тут жесть началась. Мы быстро в палатку и все, и сразу легли спать. Но в этом году, вот вчера, получается, мы в Анапе стояли. Я вообще не ожидал, что возле берега будет такой рой. Когда в 2020 году, мы наоборот спасались. Мы стояли там, ну, подальше от берега, где лиман. Были комары. Мы специально уехали к берегу, встали, и все было хорошо. Но в этом году какие-то чудеса с этими комарами. У нас сегодня максимально странный ужин. Мы на самом деле заехали, вот когда в том магазине брали, купили семечек. И на самом деле, кстати, вот такой лайфхак. Если вы хотите от шума детей отдохнуть какое-то время, просто покупайте семечки, и они притихли. И на сколько часов? Ну, часа полтора мы их точно не видели, не слышали. Просто щелкали, мучились. Причем съели мало. Вот это вот все, все лишь Артемка наградил. Нет, ты же маленько много на полу. Ну, это я когда стряхал. Нет. Вот. Кто-то ест абрикосы, доедает. Кто-то доедает запеканку, которую сегодня в столовой не съели. Кто-то просит немножко макарон. Еще у нас есть со вчерашнего дня чучка Элла. Что у нас еще-то есть? Вот, все, давай. Короче, всего понемножку. На самом деле, даже с ужином заморачиваться неохота. Я вот и думаю, сейчас... Тихо, 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 тихо. Я думаю, сейчас просто попьем чаек, и уже стемнеет, и просто будем спать. Миронечка спит. Настя, ты покушала? Что-то похватали, да? Угу. Вообще, я такого ужина не помню, но на самом деле насытился. Массаж, до Сюдова. Мы решили... Мы решили с Темкой просто так сегодня развести костер, да? От Тема что-то хотел. Вот тут есть место. Здесь даже кто-то оставил от палеты доски. Прямо в таком обраге уже сделано. Разведем костер и залипаем на закат, да? Да. Жарить сегодня ничего не будем, просто костер. Я не сухарить уже. Просто посидим. Можно достать Темкой гитару поиграть? Сухарики? Да. Кстати, точно, да? Почему бы они отличные идеи? Да. С Темкой гитару поиграть. С Родионом сегодня самостоятельно, как видели, разожгли костерчик. Аккуратно, там такой гвоздь. Ну вот сюда, да-да, Тема, смотри. Не-не, так ты не сломаешь еще, Темик. Аккуратно, а только не надо. Пойдешь по пенсии прямо на гости, вот будет печать. Смотрите, у нас дело к закату. Вечерочком море стало чуть-чуть штормить, не сильно, конечно. Люди вообще из воды не вылазят. На самом деле море очень-очень теплое. Да, потрясающе. Пустые пляжи, это, конечно, очень-очень здорово. Ну, по крайней мере, для нас точно. Купаться пойдешь? Да. А, что ты опять ешь? Ты не просто супер-ужин. Субтитры сделал DimaTorzok Игрались на гитаре. Напелись, да? Вот, вот надо было теперь еще попеть еще. У нас, короче, все. Вот прямо сейчас закат, уже будет солнышко падать. А я хочу сделать кубку вечернюю. Я на самом деле уже, не знаю, уже сто лет уже не купался на закате. Время полвосьмого. Давайте вместе с вами сходим и искупнемся. Да, искупнуйся. Потом замерзешь, сын. Со мной Роджин. Вода вообще-то пылющая. Твои мои балдесики со мной. Слушайте, какой кайф, а? Парни! Нет, нормально, что ли. Прекрасно. Ребятки, ловите через экраны этот станций прекрасный. Передаю вам просто на это настроение. Это морюшко, это пляж. Это Настенька. Ха-ха. Это Тро-Дя, Роджин мой. Иди-ка, не глотай его. Папа, пляжуся. Все, пошлите. А маленький кричит. Он мне не говорит, не папа, называет, а отец постоянно. И бежит, отец, отец, я тут, сынок, отец. Все, ну что делаешь? Отец, отец, вы куда, отец? Ой, это человек море. Ну, конечно, Мирон у нас не удержался. И попросился к ребятам. Море теплющее на закате. Легите сюда. Мирошек. Мои зайки. Мирошек. Мирошек. Доброе утро! Как вам вчерашний закат? Мы проснулись Я сегодня спал снова в машине Потому что Настенька почему-то заперлась вчера в палатку вместо меня И уснула там с детьми Вот, говорит, ей там нравится Ну да, привыкшая к палаточной жизни У нас чуть-чуть испортилась погода Давайте вам покажу, как у нас тут утро начинается Здесь по-прежнему пусто Мы опасались, что будет очень много местных Потому что это пятница же все-таки Вот, тучки у нас, видите какие? Сегодня ночью просыпался Не помню во сколько И громыхало А вчера, когда мы ехали тоже где-то там на дороге В Тамане Были сильные тучи Я вчера вечером Пока не зашло солнце Вот так вот всю одежду перестирал В надежде, что все высохнет Когда будет рассвет В итоге ни хрена подобного Ничего у нас не получилось Все мокрое Сейчас будем готовить завтрак На завтрак у нас сегодня будет рисовая каша Вон, пацаны уже, правда, напали здесь на остатки еды, которые мы оставили на ночь Ты как, синтик мой? Синтик мой маленький И будем завтракать Но сначала Настя просит кофе Я говорю, пошлите купаться сначала Вы часто просите показывать вам какой-то быт Ну вот, например, покажу, как посуду моем Обычно набираем всегда воду Просто побольше воды Технической, где есть она Либо уже питьевую непосредственно Покупаем литрами Здесь, учитывая, что Азовское море Оно вообще почти пресное То есть соли даже не чувствуется В некоторых местах даже техническая вода соленой То просто набираем, вот в данном случае ведро Моем И потом уже, когда помыли Будем ополаскивать уже непосредственно питьевой водой Также вчера и стирал то же самое В этой же воде Порошок хорошо растворяется Вот, поэтому здесь конкретно Проблемы с водой вообще не возникает Вообще продолжают играть в карты Вообще залипают Они в игру дурака Учатся Мы уложили Мирончика спать И первый раз Вообще, сколько у нас эта коляска Существует почти год Первый раз воспользовались москитной сеткой Здесь летают всякие мухи, комары Вот, ну днем не так активно Но тем не менее Вот накрыли Вот так это все закрывается Это, кстати, тоже лучшее Что мы купили для ребенка Вот Это вот этот стульчик Кладную удобно возить с собой, да? Да И коляску Кстати, можно на Wildberries заказать Или на Азоне посмотреть Это не Икея Это российское производство Тут ничем не отличается Только он даже легкий По сравнению с Икеевской Икеевский тяжелый А этот прям легкий Очень удобно Ну вот если ездить куда-то Такая коляска Если тоже вот в поездках И в поликлинике, в торговой Да, тоже удобно очень И что третье Мы думали еще очень самое удобное То, что мы купили Коляска, стульчик И коврик развивающий Вот этот вот Который мы селим И как матрасик, да? По стилку И на пляж можно брать И в машину И в квартирах Чтобы там ребенок игрался На своем, на чистом Вот Три вещи, короче Для ребенка Самые удобные Ну и еще слинг Если вот гулять в поход Ходили мы купались Значит С Родионом баловались Я прыгнул рыбкой И как сильно Стесал руки Берег таракушечный Лучше, короче Это дело не повторять Вот сколько мы здесь стоим Времени, да, уже Постоянно работает преобразователь Напряжением Вот так он у меня выглядит И сейчас он, короче, запищал Видимо, потому что Аккумулятор Стал помирать И он дал такой сигнал Вообще постоянный Беспрерывный Вот я его сейчас снова включил Ну, собственно, завел машину Пусть немножко поработает Вот Зарядится аккумулятор Хотя Аккумулятору-то на самом деле Бесполезно Когда он Просто на холостых Ему нагрузка нужна Чтобы он заряжался Ну, сколько я знаю Ну, пусть немножко поработает Все равно Вот и дело к обеду Мирончик, он уже проснулся Пацаны Изъявили желание Помогать готовить Темка говорит Я буду чистить сам Морковку К сожалению Мы вчера затупили Не купили картошку Поэтому суп у нас сегодня Будет без картошки Чисто добавим рис Есть у нас консерва Лук, морковка И немножечко любви И все будет очень вкусно Сегодня обедаем по-новому Вместо стульев Используем Подножку в машине На самом деле Так удобно Даже поудобнее, да? А подножку для машины Это вот на чем мы сидим, сынок Такой суп у нас получился Правда без картошки Но самому главному нравится Морковочка вареная у него И мы вполне Вкусно Передавали, что будет Вроде плохая погода Но так где-то читали в пабликах Здесь, в Тамане Вот мы ехали Я уже говорил, что была плохая А в итоге сейчас смотрите Как Подходят такие фиолетовые тучи Но на самом деле Сегодня ночью тоже подходили Не знаю Конечно, хотелось бы Чтобы все это дело обошло стороной Потому что мы планируем Завтра уже уезжать Собираться мокрыми неохотно Там громыхает серьезно Я, кстати, с утра еще Натянул вот такую сетку Часто ее показываю Это просто обычная Стратительная сетка Служит у нас тут как маркиза Смотрите, мы расовую нацепляем И Со стороны багажника Цепляем И К деревьям Растягиваем Можно растягивать При помощи таких резинок Специальных Но у нас обычные веревки А резинки есть Как-то когда были деревья далеко Делал именно на резинке И пока у нас еще дети спали У нас, посмотрите, там сзади Компания приехала Сначала была одна машина Теперь их уже 4 машины Огромная компания У всех дети Вот они так семейно отдыхают Радует одно то, что у них тоже грудничок Значит, что шуметь они сегодня не будут Но это не точно Я тут вспомнил, что сегодня По-моему, я и не показывал вам море Вот сейчас ближе к вечеру уже дело Покажу вам Сегодня приплыла прилично медуз Но они такие все возле берега Сейчас покажу Мальчишки все пытаются Поймать ящерицу Здесь, кстати, их очень-очень много А, кузнеечков Утром ловили ящерицу Еще у соседей Которые возле нас Это большая компания Дрон Они все что-то летают Летают, летают Вот, я такой думаю Блин, как же жалко, что Наш дрон сломан А на новый мы еще не накопили Обыдно, конечно Но Что делать? Показываю вам море Кто-то задает вопрос Как Азовское? Как Азовское? А на самом деле Два дня было идеально Сегодня Вот такое количество медуз Вот они Ну, они прям вот Вот так вот И все Дальше Вот, например, где вот коса Проходит Видите, цвет другой Там ничего уже нету Мы, собственно, просто их перепрыгиваем И выкупаемся уже непосредственно там Но в целом Это мелочь, конечно Нету подрослей Нету обильного киселя Но Немножко, конечно, неприятно Но, тем не менее Еще купаться можно Здесь хорошо По-прежнему пусто Учитывая, что сегодня уже выходной Я думал, здесь все забьется местными А нет Все по-прежнему так же Пусто, хорошо Классненько Вот он, Мирончик Настенька Филят, загорают Бомжуют Да? Что касается комаров Здесь они есть И их, на самом деле, здесь Огромное-огромное количество Так вот, что мы рекомендуем После заката солнца Буквально еще минут 20 проходит И все Здесь происходит трындец Ну, в принципе, так же Как вот и в Анапе мы стояли Первое Мы используем Вот такой вот тюбик Ну, там, на свое смотрение Выбирайте Им опрыскиваем себя Детей стараемся не пшикать Если пшикаем, то только ноги И Расставляем еще вот такие вот колечки Я сижу, допустим, за компьютером Под стол ставлю вот такое кольцо Оно горит И как-то так отпугивает Что касается машины и палатки Если получается так, что мы туда их запустили А мы в любом случае запускаем Мы берем вот такие вот пластинки Детские И просто зажигаем Зажигаете Она начинает гореть Дальше тушите И из нее идет дым То есть, по сути, у вас получается вот такая вот история Вот Этот дым очень быстро Убьет их всех Увидеть, как они прям начнут падать С потолка и отовсюду Вот И ваша ночь пройдет спокойно А вообще здесь комры очень-очень наглые И вот даже, когда ты себя вопшикал Все равно находятся те, которые Садятся и начинают тебя кусать И больше чего раздражает на улице То, что они летают вот так вот прям перед лицом Перед глазами И, конечно, это заставляет лично меня пойти в машину И доделывать все дела на компьютере На ужин у нас сегодня особо ничего интересного нету Просто делаю поджарку Будут макароны И все Вообще, на самом деле, по-моему, первый раз у нас такая история Что мы отдыхаем вот несколько дней здесь на берегу дикарями И ни разу не приготовили еду на мангале Потому что, когда сюда ехали, что-то забыли А потом дергаться отсюда уже не хотелось Куда-то кататься Думаем, ну, есть свои продукты Их и поедим Вот и ужин подъехал Будем ужинать Пораньше сегодня ляжем спать Потому что завтра нам отправляться в путь Куда мы поедем, я пока говорить не буду Увидите в следующем видеоролике Но скажу так, что мы там ни разу не были От этого должно быть еще интереснее Мы будем с вами прощаться Увидимся в следующем видеоролике Ставьте лайки Пишите комментарии И напоследок хочу вам вот что еще сказать Все самые нужные ссылочки для комфортных ваших путешествий Есть в описании Там и сервисы, и гайды, и различные приколюшки Все там Пока Субтитры сделал DimaTorzok